Здравствуйте, товарищи! Вы на канале Художка. Мы с вами множество раз делали рисунок, делали живопись, а вот декоративную живопись мы не делали никогда. Мы с вами сегодня сделаем очень необычную, очень интересную вещь, поэтому смотрите внимательно, слушайте внимательно, не перематывайте вперед, досматривайте до конца, не забудьте подписаться в самом начале. Итак, мы с вами занимаемся декоративным натюрмортом. Если быть точным, то мы занимаемся стилизованным натюрмортом. Что значит стилизовать предмет, стилизовать натюрморт в целом? Есть множество объяснений тому, что я сейчас говорю, я буду очень краток и буду объяснять только конкретную вещь, которую я от вас хочу сегодня, вот в этом видео. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно посмотреть на предмет, увидеть его самые такие характерные черты, то есть апельсин, какой у него характер? Давайте его сравним, например, ну с пухлой собачкой маленькой. Посмотрим на бутылку, какая она эта бутылка? Ну давайте, если сравнить ее с человеком, то это, например, будет какая-то дама 19 века в платье, например, такая, вот муазель. Ну такая вычурная барышня, да, средних лет, склонная к полноте, прогуливающаяся со своей пухлой собачкой. Поэтому вы можете вполне себе не просто ломать форму, вам совершенно не нужно строить, противопоказано строить предметы, вот эти оси проводить, эллипсы, ни в коем случае. Вам нужно линией уловить характер. Вот они идут по улице, она такая ведет и такая, ну что ты творишь? То есть вот что-то в этом духе, понимаете? Вот для этого нужно посмотреть на предмет, понять все-таки на что он похож и его стилизовать, то есть немножечко поломать его форму для того, чтобы подчеркнуть его характер. Это очень современно, потому что сейчас время летит быстро, вы едете, например, на автобусе или в машине, да, баннеры, 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 и вам нужно увидеть информацию и очень быстро ее понять. Нет времени посмотреть и думать, что, о чем там, да? Вот. И вы смотрите, а оно вот такое, все понятно, оно злое там, оно доброе, оно там красивое. Но чтобы было еще понятнее, нарисую вот на этой доске, грязной доске, вот этим чистым мелом. Не забывайте про то, что компоновать нужно все равно в любом случае, то есть крупно компонуем предметы на листе и обязательно покажем переднюю линию стола. При этом сначала я покажу сами предметы, а уже потом разберемся с композицией. Бутылка. Смотрим на бутылку. Говорим, что это барышня. Если бы мы с вами строили, конечно, мы бы сейчас ее компоновали в целом, а я прямо вот начинаю с ее характера, делаю ее вот такую пузатую, и, например, склоняю ее длинную и тонкую шею вот к той самой собачке. Можно совершенно по-другому, как угодно. Она у вас может быть наоборот. Например, вот такая, как вы ее увидите. Может быть и такая, вполне. Например, вот такая вот она может быть. Главное увидеть в ней характер. Яблоко также вы можете нарисовать его просто круглым, а можете сделать его немножко, только это не яблоко, это апельсин. Вот просто круглое, а можно сделать его вот с такой штукой, да, то есть как будто оно с одной стороны крупнее, чем с другой. Вот когда линия была вот здесь, да, она была, конечно, уже такая с характером, но как только мы ей пузатости дали больше, она стала еще более характерная. То есть она такая прям фа-фа-фа пошла, да. Поэтому сейчас мы вот это убираем, это добавляем, ну и, в принципе, все. А собака вообще как камень такая валяется у ног этой барышни. Обратите внимание, это важно. У предметов есть падающие тени, есть свет, ну и, соответственно, собственная тень. Вот это мы тоже покажем. Друзья, поскольку мы будем писать красками, какими, скажу чуть позже, нам, конечно же, нужна будет палитра. Естественно, вы можете воспользоваться палитрой настоящей для художников, деревянной, вот такой большой или пластиковой. Но я вам очень рекомендую, особенно для такой живописи, пользоваться палитрами одноразовыми. Вот наши друзья из города Воронеж, у них, я так понимаю, свой заводик, где они производят одноразовые палитры, называется вся эта история полипалитра. Прикол этих палитр в том, что у них есть два размерчика. Есть для детей размер и для взрослых. То есть маленькие палитры и большие. Они прислали нам на пробу великое множество этих палитр. Вот одну из них я сейчас вскрываю. Мы их попробовали в наших школах, наши ученики на них рисовали и оставили самые классные отзывы про эти палитры. Так что мы вам очень рекомендуем вот эти полипалитры, они на самом деле хороши. Но вы понимаете, что суть этой палитры в том, что вы порисовали на ней, да, а потом раз, так вот убрали, выкинули ее и дальше рисуете. Теперь самое важное по поводу красок. Мы будем работать акрилом. На самом деле акрил самый лучший материал, который приспособлен к данному роду деятельности, вот к этой декоративной живописи. В нашем случае это художественный акрил, потому что если вот так его разделить на две большие категории, есть акрил художественный, есть акрил строительный. Если вы работаете именно акрилом, а, например, не гуашью, то здесь будет одна принципиальная разница. Акрил очень быстро сохнет. И самое главное, акрил смешивать между собой, то есть, например, желтый цвет смешиваем с оранжевым, нужно очень тщательно. Например, вы смотрите на желтую драпировку. Вы берете желтый цвет, вы берете белило, смешиваете между собой, но смешиваете очень тщательно. Главное, вы меряете пропорции. То есть, много, например, желтого, мало белого. Или наоборот, мало желтого, много белого. Второе. Не жалейте краски. В том смысле, что если вы возьмете очень мало краски, то вы один слой, может быть, и пройдете. А на второй слой вам краски не хватит. Вот той, которую вы уже намешали. Для этого вам нужно намешать много, чтобы вы прокрасили первый слой, подождали там 10 минут, пока он высохнет, и сверху прокрасили слой второй. Друзья, покажу еще один момент. Смотрите, вот в целом на терморте у нас есть самое темное, самое светлое и среднее по тону. Берете желтый, добавляете в него много-много светлого, белил, например, и выкрашиваете ровно-ровно, как это я покажу, вот эту плоскость. Потом в этот же колер, да, вы добавите чуть темнее и выкрасите вот эту плоскость. И сделаете его еще темнее, и выкрасите вот эту плоскость. Вам не нужна вода. Вам не нужна здесь вода в конкретном случае. Не нужно кисточку мочить. Потому что если вы в свой колер добавите воды или в кисточку намочите, ваш колер поменяет тон. Понимаете? И вы уже не попадете в него потом. Старайтесь, не побоюсь этого слова, красить гладенько, убирать все вот эти червячки, которые из-под кисти вылезают. Потому что эта пастозность, которая у вас появляется, она обязательно засохнет, останется. И как раз в данном случае она не сработает правильно на работу. Вам нужно выкрасить так, как будто распечатали его. Гладенько-гладенько. Густенько-густенько. Но вы понимаете, что мы выбрали одну плоскость. Ее выкрашиваем от начала и до конца тем колером, который мы создали. Стараясь не заходить, естественно, за линии. И делаем это быстро, пока этот колер не засох. Очень важное правило. Очень важное. У нас есть большое желтое такое вот пространство. Нам нужно где-то поддержать в точности таким же желтым это пятно. То есть есть вот это пространство желтое. И где-то в другой части работы в точности такой же желтый должен быть. Например, свет у апельсина. Например, кроме света у апельсина, еще маленький кусочек света вот здесь на драпировке. И у нас будет три совершенно одинаковых желтых. Старайтесь сразу понять, холодного или теплого в вашей работе будет больше. Понятное дело, что здесь драпировка желтая. Предметы в основном теплые. И теплого будет больше. И даже, я скажу так, желтого будет больше всего. Но если вы пишете не наш нутер-морт, а какой-то свой, заранее думайте о том, чего будет больше в вашей живописи. Холодного или теплого. Не стоит делать так, чтобы было одинаково холодного и теплого. Теперь мы будем красить, выкрашивать темную часть этой драпировки. То есть вот эту часть и вот эту часть. Потому что это падающие тени уже. Значит, мы в этот же колер добавляем темного. И, соответственно, два этих пятна закрашиваем. Но нам же нужно будет их поддержать. Значит, нужно подумать сразу, где еще будет похожий цвет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, осталось ввести очень важный элемент декоративной живописи. Называется контур. Это очень просто. Мы берем черный маркер и просто обводим очень аккуратно, внимательно все линии, которые есть в нашей работе. Не только контур предметов, но и то, что есть внутри. И вот этот переход, и этот, и этот. То есть все, где у нас есть переходы от цвета к цвету, мы обводим этим самым черным маркером. Старайтесь обводить так, чтобы весь этот контур был примерно одной толщины. Друзья, стоит понимать, что то, что мы с вами сейчас делаем вот в этом ролике, это что-то среднее между, ну, такой творческой живописью и упражнением. Все-таки, конечно, если вы делаете длительную, большую творческую живопись, декоративную, то, конечно, мы будем делить предмет не на две части, темную и светлую, не на три даже части, там, темную, среднюю и светлую. Мы будем искать много нюансов. Мы будем делить предметы, дробить стол, плоскости на разные части, разные оттенки, разные по тону, по цвету. Поэтому надо понимать, что сейчас мы делаем простую работу для тех, кто только начинает работать, только начинает учиться. И глядя на этот ролик, вы потом, в дальнейшем, должны, если захотите, повторить то, что сделаем мы и пойти дальше. Можете пойти вслед за нами, а можете и сами усложнить задачу и раздробить вот эти предметы на разные плоскости, поискать в них множество нюансов. Свет, тень, полутон, темнее, светлее, теплее, холоднее. Главное, помните всегда, что обязательно один из холодных либо теплых цветов должен доминировать. Например, в работе должно быть много, условно, синего, очень мало, условно, оранжевого и среднего, например, желтого. Нельзя делать, чтобы было 50% синего, 50% красного. Не будет работать ваша живопись. Поэтому вот об этом помните всегда. Обязательно что-то должно быть доминирующее. Самый темный, там много темного, мало светлого. Много холодного, мало теплого и так далее. Все, заболтался. Давайте смотреть, что получается в нашей работе. Друзья, эта работа готова. И напоследок посмотрите, как она получилась у наших учеников. Как я уже говорил, для новичков все довольно просто. Мы поделили предмет всего лишь на три части. Темное, светлое, теплое для того, чтобы поддержать другой теплый предмет. Ну и так далее, да. Видите, все плоскости поделены на очень небольшое количество частей. Мы это сделали специально для того, чтобы показать, как можно быстро и просто сделать эту работу специально для тех, кто только-только начинает заниматься изобразительным искусством. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!